Мастер и Маргарита Здравствуйте! В эфире программа «Час истины» и я, ее ведущий, Дмитрий Захаров. Известно, что в русских летописях термин «татар-монгольская ига» не встречается. Считается, что это словосочетание принадлежит Перу профессора Краковского университета Матвея Миховского, жившего на рубеже XIV и XV веков. Его современником был русский великий князь Иван III. В 1476 году он отказался платить дань Золотой Орде. А четыре года спустя на реке Угре был положен конец монгольскому владычеству. Так было ли оно на самом деле? Последние сто лет монголо-татарского ига в сегодняшней программе. Мои гости историк Вадим Трипавлов и писатель Сергей Баймухаметов. Здравствуйте, господа! Вадим Трипавлов. Родился в 1960 году. Окончил исторический факультет Уральского университета. Руководитель Центра истории народов России. Автор монографии. Государственный строй Монгольской империи. История Ногайской Орды. Белый царь, образ монарха и представление о подданстве у народов России. Доктор исторических наук. Сергей Баймухаметов. Родился в 1950 году. Окончил литературный институт имени Горького. Автор многочисленных публикаций книг, в том числе «Сны золотые. Исповеди наркоманов. Ложь и правда русской истории. Феноменальный Кузьма». Член Союза писателей и Союза журналистов России. Итак, наша тема – это последние сто лет монголо-татарского игра. Как принято говорить. Вот то, что происходило на Руси после Дмитрия Донского. В прошлый раз мы говорили о том, что все-таки Данему пришлось заплатить. Тахтамыш сжег Москву. Но после Тахтамыша были же другие ханы. И как бы присутствие и взаимоотношения Руси с Ордой продолжались еще аккуратно сто лет. Что происходило в это время? Если в общем выразиться, происходило постепенное усиление Московского Великого Княжества, которое при Иване Третьем стало называться Московским государством, и постепенное ослабление Золотой Орды, и постепенный ее распад. Это общий фон, на котором произошли эти события, которые историки называют падением Ордынского ига, или, как Карамзин сказал, конец нашего рабства. После Тахтамыша еще же продолжалось определенное время выплаты Дании? Да, выход продолжал поступать. Но, конечно, исторические условия были уже совершенно другие, поскольку через 9 лет после сожжения Москвы Золотая Орда подверглась нашествию Тимура, совершенно верно, правителя Средней Азии. А в 1395 году Тимур вторгся в центральные столичные области Золотой Орды, Тахтамыш бежал, государство стало погружаться в хаос и смуту. И, конечно, на фоне этих событий московские данники смогли сделать так называемое иго все более и более формальным. То есть, продолжали выдаваться ярлыки, продолжал выплачиваться выход, но отношения между сюзеренами и вассалами уже приобретали качественные иные формы. В общем-то, географическое направление верное, но не в то время. И не он. Считается, что это было в начале XVII века, чуть ли не при Петре, когда полякам сказали, что вот же русские там, на что один польский человек сказал, да какие они русские, а не татары, у них же было иго. Из польских книжных текстов это идет выражение. И вот то, что Сергей Тимир Булатович сказал, есть такая версия. Но, конечно, более распространено или Матвей Миховский, или Ян Длугаш. А почему? То есть, от польских хронистов. Ну, дело в том, что иго – это вообще слово из библейского лексикона. Ну да. Вот. То есть, это и подчинение фараону, и вавилонский плен. Поскольку у нас очень часто такие ассоциации, контоминации с библейской историей, порабощение иноплеменников, то и поляки описывали порабощение русских татарами именно вот в таком контексте. Ну, кстати, слово «иго», в общем-то, впервые, по-моему, упомянул монах Серапион в слове о погибели русской земли. Это XIII век Русь по отношению к монгольскому завоеванию. Интересно, почему иго использовалось исключительно применительно к монголу-татарам? Допустим, там не говорилось, что было там литовское иго, или шведское иго, или тефтонское иго в Восточной Пруссии. Почему вот исключительно к монголам? Как бы, вроде бы, если такой термин получил хождение, но ведь, по сути, если рассматривать ситуацию в Восточной Пруссии, когда Конрад Мазовецкий призвал тефтонский орден во главе с Атакаром II наладить ситуацию, как писал Соловьев в своей истории, для трусаков-то или для пруссов, которые коренное население до прихода тефтонцев. Это же было иго в чистом виде. Они же там чуть ли не уполовинили население за два года во время завоевания Восточной Пруссии. — Понимаете, тут такое же отношение Европы и Руси к ордынцам, к степнякам, как, например, сегодня до сих пор отношение Европы к русским. — Ну да, люди второго сорта. — Не в этом дело даже. Очень сильные и очень буйные. Это тоже. Вот смотрите, Наполеон, узурпатор, что он сотворил с Европой. Однако Наполеон свой. Русские пришли, завоевали Париж. Калмыкия, казацкая конница, калмыцкая, да? Установили порядок конституционный, вернули бурбонов, да? Русские вот варвары. А Наполеон наш великий полководец. Есть вот этот элемент. — Ну да, испанцам Наполеон запомнил все хорошо. — Нет, вы знаете, мы все-таки говорим о применении слова в русском языке. Как там пруссы обозначали, может быть, у них было это слово по отношению к немцам? Исходя из исторической ситуации, вроде бы должно быть. Я просто не в курсе. В русском языке у нас есть понятие «османская ига над Балканами». Эта ига, кстати, была гораздо более жестким, чем ордынская. — Так оно было религиозное. Исламское, я бы сказал. С элементом религиозной розни. Понимаете, вот такое вот. — Ну, тем не менее, это ига. — Ну да, ига, да. Общеприиментный термин тоже, да. — А что касается литовского, вы знаете, я не думаю, что было какое-то литовское ига. Ведь это было фактически русское государство, Великое княжество литовское. И по составу населения, и по официальному языку, и статуты на русском языке писались до объединения в Речь Посполитую. — Да, но тем не менее, Витовт сидел в Киеве. — Ну, вот там самая высшая элита была по происхождению действительно литовская. Но большинство высшей знати, не говоря уже о населении будущих украинцах и белорусах, это все-таки русские земли. Ига там, собственно, не было, потому что правящая элита была солянская. — В чем корень распада Золотой Орды, на мой взгляд, конно-степная цивилизация к тому времени изжила себя, исчерпала все. Вот посмотрите, например, на остатки великой этой конно-степной цивилизации, монголы, этнические монголы. До XX века влачили, в общем-то, казахи. Это, извините, потомки половцев, главная ударная сила монгольской империи военной. Ну вот, да простят меня мои соплеменники, что они в своих степях делали. Влачили вот такое вот существование и занимались в основном интригами внутри себя. — А вот если вернуться к нашей теме, да, к монгольскому игу, вы знаете, здесь постоянно нужно учитывать особенности средневекового мировосприятия. И вот эти постоянные аллюзии с Навуходоносором, с Артаксерксом, с библейскими языческими деспотами. С удовольствием наши духовные писатели, а летописи, собственно, ведь все в духовной среде практически создавались, вот они обращались к этим ситуациям. Ведь на Руси восстаний против ордынского владычества не было. — Не было. — Поднимался народ иногда против злоупотреблений властью, но не против самой власти. — Да, но опять же, даже не столько против ордынцев, сколько против там князя, который брал налоги. — Ведь в чем дело, вы понимаете, мы вот этот момент, по-моему, обошли в предыдущих передачах. Ведь едва оправился восточнохристианский мир от крестоносного разгрома Константинополя. И вот новое нашествие на племенников и новое поражение. То есть явно Господь отвернул свой лик от Руси. И вот по памятникам видно XIII века, что опустились просто руки у людей. И в этой ситуации какую-то активность проявляют. Нет, это Божье попущение, нужно терпеть вот это наказание. Идеологическая ситуация в XV веке абсолютно другая, полярная. Тут Господь уже обратил свой лик на Русь. Об этом говорит и политическая ситуация на границах, и об этом свидетельствует вся публицистика. Вы понимаете, в чем, кстати, историческая функция Ивана Калиты, что выход-то теперь сам князь стал собирать? Ну да, с учетом своих интересов. Когда Золотая Рда ослабела, регулярность выхода стала нарушаться. Его размеры стали снижаться, вернее, размеры той суммы, которая отправлялась в Орду. Но сам-то выход собирался и все больше оставался в княжеской казне. Об этом говорят и межкняжеские договоры, и летописные. Вот Ключевский сказал как-то, но о гораздо более позднем периоде. Государство пухло, народ хирил, вот именно пухло. Вот туда, ну, такая есть аналогия с нынешним стабилизационным фондом, понимаете? Вот, то есть собираются ресурсы и сокровищи... А вину свалили на монголов, вот они так получились. Тут не вина, тут влияние монголов, да, потому что экономическая система Руси средневековой, ведь она была из Золотой Орды принесена. Почему ее, вот, само понятие деньги, да, таможня, от слова тамга, тюркского, совершенно верно. Вот, просто эта система была заложена монголой, а когда дань стала уходить в прошлое, все-таки эта система осталась, но и русские правители применили уже для своих нужд. И это очень долго, практически до Петровских реформ. Вот, пожалуйста, вот завещание Дмитрия Донского, духовная грамота, она на русском языке ни разу не издавалась, на современном русском. Вот, из нее цитируют там, вырвав, а переменит Бог Орду, не давать и выхода, это все кусочками. На самом деле, завещание это расписанное по рублям с каждой волости, и в конце точно сказано, а переменит Бог Орду, оставлять деньги себе. Ну, вот, и стали оставлять себе. А вот интересно, как бы не хватало экономических знаний для того, чтобы использовать вот этот стабилизационный фонд, или просто, что называется, Кощей над Златом чахнет, вот, применительно к Ивану Колесе. Вы знаете, не было особенных, как бы сказать... Мотивации? Нет, не было особого сферы приложения. Торговля. Вот разве что торговля. Вот я почему вспомнил стабилизационный фонд. Внутри страны вкладывать, собственно, было, ведь жалование дворянам не платили, землю раздавали. Ну, да. Вот. Ну, каким-то приказным, может быть, что-то там какие-то... Да, в основном на коммерцию, и в основном откладывалось как сокровище. Ну, да, то есть мертвым грузом. А вот такой вопрос у меня возникает невольно. Вот ситуация с Тамерланом стала развиваться, когда он сначала нанес удар по Орде за пределами Руси, а позже он разгромил Золотую Орду. Там была сложная ситуация. Тахтамыш, вот, в прошлой передаче мы много хороших слов сказали о Тахтамыше, вот, чуть ли не возвели великие политики, но, к сожалению, для его подданных великим политикам он не стал все-таки. Как Гумилев писал, как был ограниченный сибирский валенок, в общем-то, высоко не поднялся. То есть уровень его власти был выше уровня его компетенции. Вот. Единственное, что для Руси хорошо, он воевал с Тамерланом. Потому что если бы пришел Тамерлан на Руси, он бы тут установил мусульманский, извините, городской порядок, настоящее иго. Талибы. Да, понимаете? А Тахтамыш пошел в Среднюю Азию, Тавриз взял, Ургенть взял великий, потом потерпел поражение, бежал сюда, потом, значит, опять пошел на Тамерлана, потом опять пришел. Это сто лет длилось. Ну как, ну он же не сто лет жил. Да, ну вот вся эта смута. То есть фактически Орда выступила в этой ситуации в роли своеобразного буфера, который принял удар Тамерланой. Тахтамыш перестал опираться на Русь, потихоньку стал отходить от Руси. Вот в чем вся его беда. Ну, с другой стороны, для нас это как раз неплохо получилось, потому что если бы Русь второвилась в войну с Тамерланом, вот для меня всегда был большой вопрос, почему он разобрался с Ордой и не пошел на Русь. Не хотел, не было сил, не думаю, что не было сил. Ведь как бы после походов чингизитов никто по мощности удара, нанесенного с Тамерланом, не сравнился. Ну, он просто умер, во-первых. Ну, он до того, как он умер. У него там войны были на Втором фронте, восстания там, значит, в Средней Азии были. Вот, просто сил не хватило. А как вы думаете, почему не пошел? Вот, устал воевать в Тахтамыше. Вы знаете, значит, разгромив Тахтамыша на Тереке, войска Тимура заполнили по Волжье, при Черноморье. И вот в один из моментов, главное войско, по-моему, во главе с самим Тимуром, оно же подошел к Ельцу, к русским границам. Вот. Потом темная история. Почему он не пошел вглубь Руси? Ну, естественно, у нас есть объяснение, чудотворное явление Богородицы и так далее, да. Вот. Он от русских границ отошел. 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 Очень разные объяснения. То ли он, перед ним была цель преследования Тахтамыша, который в Литву и Сибири уметался. Отошел, да. Да. Вот. Но, собственно, к русским у Тамирвана претензий никаких не было. Да. Его главный враг был Тахтамыш. Цель Тимура – это восстановление империи Чингисхана. Поэтому главная его цель – завоевание Ирана, что ему успешно удалось, подчинение Средней Азии, естественно, и Улуса Джучи, Золотой Орды. А вот эти все вассальные окраины, ну, его не очень владения интересовали. А здесь ему в Орде закрепиться было трудно, хотя он разбил вроде бы все. Но, тем не менее, ведь в Орде что происходило в то время? В Орде происходила борьба двух начал – древнего чингизовского, чингисхановского, как говорится, и нового мусульманского. Одна часть, как по-русски сказать бы, сторонники древнего уклада не принимали. Тем более, что Тимур – он никто. Он не чингизит. А вообще откуда он взялся? – Он один из военачальников, приближенных к чингизитам. – Вот мы говорили в прошлой передаче о Мамая, абсолютно та же ситуация. – Да, да, да. – То есть, выскочка, что называется. – И ханы при нем были такие же подставные, он от их имени и монеты чеканил, и указы от их имени издавал. – Потом Едигей стал таким. – Едигей точно таким же был позднее. – Ну, мы к нему еще придем. – Да, то есть, как бы, выдвиженцы, самовыдвиженцы, что называется. – Да, да. – Ну, надо сказать, что как Мамай, так и, в общем-то, Мерлан весьма успешно сделали карьеру. – Ну, да, абсолютно. – Ну, да, да. – Ну, да, да. – А Мамая зарезали после серии поражений. – Да, да. – Ну, как бы, до определенного момента, до Балякова поля. – Были сильные люди при слабых ханах. Это говорит еще и, в общем-то, о деградации внутри Чингизовой династии. Выродились, выродились ребятишки. – Ну, в результате чего? Сиборитство или какое-то... Какие мотивы были? Вот почему распад-то внутри Орды происходил? Интриги плели друг против друга? Или успокоились, завоевав такое огромное количество власти и территории? Вот почему произошел распад? – Золотую Орду постигла судьба всех ранних империй, составленная механически, завоевательным путем и совершенно разных в культурном, этническом отношении элементов. Естественно, со временем, когда отошла в прошлое инерция от завоевания, когда выросли собственные элиты в местности, в провинциях, началась борьба за власть между ними. – Парад суверенитетов. – Совершенно верно. И потом, ну, конечно, и стихийные бедствия. Потому что у нас как-то это не очень, об этом вспоминают. Пандемия чумы прошла в первой половине XIV века. – Сразу за этим началась великая замятня. Почему вот не чингизиды, типа Мамая, получили возможность иметь. Ну и, конечно, фатальный удар – это поход Тимура 395-го года. Двухлетний Тимур, когда был сожжен сарай, крупнейшие города были уничтожены. И вот торговые пути, которые шли по территории Золотой Орды, они ведь сместились на юг, в державу Тимура. Это, возможно, и было одной из целей войны с Тахтамышем. Одним из элементов, одной из главных причин, по моему мнению, распада Золотой Орды, помимо общеисторического, исчерпала себя коностепная цивилизация. – Ну да, это мы говорили. – Было еще уничтожение ведения ислама как государственной религии. То есть узбек еще оскорбил этим всех. То есть он подорвал, собственно говоря, основы чингизовой империи. – Узбек – это был… – Узбек-хан, еще 1312 год. – Это вот приколите. – Да, да, да. – Вот, когда он стал навязывать ислам, причем насильственным путем, рубил… 70 чингизидов зарубил узбек. – Ну да, ну как бы… – А это еще, видите, было оскорбление. Ну, условно говоря, на чем стояла Золотая Орда и Монгольская империя? Она стояла на законе Чингисхана. Каждый верует во что хочет. Это дело глубоко личное, никого не касается. Мы живем по воинскому закону, по яфе Чингисхана. А когда он ввел это, джигиты сказали, если вы с нами так, то мы и с вами, и мы с вами так. И все распалось. И самые сильные, самые боеспособные куда бежали? На Русь бежали. – Тахтамыш убежал в Литву в результате своих конфликтов с Тамерланом. Тамерлан закрепился на этих территориях. Золотая Орда как таковая фактически перестала существовать. – Фактически, да. – То есть, там шел уже какой-то вялотекущий процесс? – Ну, не вялотекущий. Там ожесточенная грызня царевичей началась на этом огромном пространстве. – Одно время три хана было в Золотой Орде сразу. Представляете? Во времена Василия Темного, второго внука Дмитрия Донского. Три хана. Что они? Господи. – Ну, да. – Какая это власть? – Три президента. – Да, да, да. А смотрите, уже в 400-х годах Ногайская Орда возникла, в 17-м Узбекская Казахская Орда, дальше Большая Орда, Казанское Ханство и так далее и тому подобное. За эти 100 лет у нас сколько было? Три великих князя, да? Василий, Василий Темный и Иван Третий. – По 20 лет, по 25-30 лет княжили. – Ну, то есть, некая стабильность. – Да, а в Орде за это время сменилось 20 или 30 хана. – До стабильности, к сожалению, было далеко, потому что при Василии Втором разразилась абсолютно жестокая гражданская война в результате, который потерял совершенно зрение. – Да, да, страшное. – Да, вот об этом поподробнее, собственно говоря, надо было рассказать. – Потом к этому было сражение с ханом Улуг Мухаммедом, которого свергли с Сарайского трона в 438 году. Он метался по русским окраинам и под Суздалем в 1445 году. Он разбил Василия Васильевича и взял его в плен. И выпустил при условии громадного выкупа, который русский земля должна платить. Ну, конечно, это было поводом, чтобы его свергнуть. Потом Василий вернулся к власти. – Ситуация-то, в общем, тоже не слава богу на Руси была в это время. То есть, своих увеселений хватало вполне достаточно. Хорошо, что не было Тамерлана, хорошо, что удалось так… – Да, еще его тут не хватало. – Да, вот для полноты картины. Да, ну, в общем, своих дрязг было предостаточно. – Да, но был Витофт, который шел на Москву. И тогда, ну, тогда уже другое время, появился Едигей, правитель при Золотой Орде, который, в общем-то, больше склонялся к Польше. В Польше его очень любят. Есть такой какой-то писатель Ежи Едигей, детективщик, который взял себе псевдоним его имя. Но, тем не менее, он посадил Шадибек. Шадибек был сторонником Союза с Руссией. И в 1406 году, когда Витофт пошел на Москву, Шадибек выслал свою конницу на помощь. Потом Шадибек умер, или его убили, и снова началось. – Сколько Василий Терный проправил в результате? – С 1925 по 1962 год, кажется. – Да, 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 очень прилично. – Ну, видите, в каких обстоятельствах он, собственно, спокойную старость встретил только на самом последнем отрезке. – К тому времени уже, простите, Ярославль, Нижний Новгород был на Руси, многие окрестные города, Московское царство уже было, уже государство Московское. – Ну, да, некая консолидация происходить начала. – А, давайте не забудем еще вот какой момент. Понимаете, Русь тогда, несмотря на вот на этот, на феодальную войну, ну, в общем-то, она была непродолжительная, 20 лет. – В общем-то, да. А мы же рассматриваем столетний период. Русь в это время, как умная держава, смотрела, чего там творится. А там творится Тамерлан с Ордой, внутри Арды, бог знает что, там Витофт. Витофт с Литвой никак не мог, с Польшей никак не мог поладить. То у них союз, у нее, то разрыв. Там Тевтонский орден, извините. А ведь, как было, в 410 году, вот, Польша, Литва, Русь частично и Орда частично объединились и устроили Тевтонскому ордену Грюнвальскую битву. Не забывайте, это битва народов была. Великая Литва, Великое Литовское княжество, так? Орда, которая всю жизнь воевала… – Ну, со всеми. – Да, со всеми, и в том числе с сами рыцарями. – Русь. Кому нужен был этот Тевтонский орден? – Действительно. – Что, собственно говоря, Тевтонский орден нес? Развивались города в Литве, в Польше, в той же Германии. – Ну, в той же Пруссии. – Да, в той же Пруссии. Вольные города, купечество. А что нес Тевтонский орден? В Литве на Руси уже понимали, придут немцы, будут хана всем. Это все равно, что придет Тамерлан. И, смотрите, объединились сразу. Они же все враждовали в это время. Орда, Литва, Русь, Польша. Ну, против… – Тевтон и общий враг. Причем на протяжении столетий, ведь поляки и литовцы защищали свои северные границы. А какая ситуация была, когда Иван Третий пришел к власти? Более или менее стабильной или вот все как всегда? – Вы знаете, все-таки отец оставил ему вот действительно более-менее стабильно. – Другое дело, вот прав Сергей Тимирбулатович, когда постоянно вспоминает о западных соседях Руси, потому что постоянно Польша и Литва, но они то объединялись, то, Господи, вот это польско-литовское государство, оно постоянно обращало взоры на восток. И прежде всего на Новгород. – Ну да, ближе всего. На Москве несколько раз обожглись, за Москвой все-таки там уже и служилые татарские царевичи появились, все-таки поместная конница появилась. На Москву уже так открыто не посягали, но Новгород представлялся им таким объектом экспансии, причем эти ведь настроения встречали понимание в Новгороде. – Вот, там была польская партия очень сильная. – Не о завоевании Новгорода, не о завоевании, а, как бы это сказать, о поглощении, о включении вот свой европейский. – Даже скажем, откровенно, о добровольном присоединении. – О добровольном присоединении. – В конце концов, Новгород и принял ведь решение присоединиться. – Вы знаете, еще вот о Гиреях вспоминали. – В Польше, Литве. – Начиная с основателя Крымского ханства, Хаджи Гирея, в Бахчисарае, вернее, ну, в крымских столицах, Салхат, потом Бахчисарай, зрелая идея о том, что именно крымский юрт является наследником Золотой Орды, и именно крымские ханы вправе выдавать ярлыки. Так вот, не вмешиваясь особо в московские дела, Новгород-то воспринимали как независимое государство, крымские ханы нескольким королям польским выдавали ярлык на Новгород. То есть это было и в тех условиях, когда еще инерция Чингисова права не угасла, вот, это было, в общем, дополнительным основанием для интриг, ну, правда, безуспешных при Иване Третьем, вот, в этом новгородском направлении. Как известно, тут военная сила решила спор, Иван Третий просто завоевал Новгород, вот, как враждебное государство. Собственно говоря, зачем Ивану Третьему понадобилось завоевывать Новгород, казалось бы, русский город? Знаете, вот, во-первых, все-таки они еще понятием русский город не очень оперировали широко. Ну да, каждый город был сам себе город. Да, да. Нет, Киев тоже был русским городом в понятиях времени. Да, Русь жила вот этим вот, ну, ордынским, скажем, укладом централизованного государства. Централизация, ведь, вопрос жестокий. Ну, по сути, китайский. Да, и крестом, и мечом. Крестом церковь объединяла их, вот, а все остальное мечом вершилось, и кровью большой. Ну, собственно, как в Европе. Да, то есть, был какой-то определенный, тем не менее, менталитет сложился. А в Новгороде ведь жизнь была по-другому. Новгород все-таки, знаете, был торговым городом. Самым грамотным чуть ли не в Европе. Понимаете, вот берестяные грамоты. Это же сплошная грамотность была. Торговый город, бухгалтерия. Извините, в Новгороде мастили площади бревнами. Это же невиданное дело. В Новгороде был водопровод. В Москву он пришел через века. Но Новгород разрывался вот между двумя и тремя силами. Между Польшей и Литвой, Ганзой, Германией и между Москвой. Предаться Западу он не мог, потому что народ русский православный. Понимаете? Отдаться Москве он долго хотел, не хотел. Ну, да. Да, сохранить свою вещь и свою... Демократию, незалежность. Все время они с Москвой составляли договоры о федеративном устройстве государства. Москва все время их нарушала и захватывала. Вот, все больше и больше силы. Наконец, кончилось тем, что Новгород обратился к Казимиру, что все, полностью предаемся вам. Порываем с Москвой. Ну, на условиях никаких церквей римских не строить, никаких священников в Новгород не присылать. Духовное начало? Патриархат Московский. Никаких гвоздей. Вот. И тут Иван пошел войной. А Казимир в ответ в этом договоре обязался всести на конь за Великий Новгород. Если будет... А, нет. В обращении Новгорода сказано. И все рады Литовской идти на защиту Новгорода от Москвы. Вот совершенно принципиальный момент здесь для средневекового человека. Вот Сергей Тимир Булатович отметил. Понимаете, времена православных великих литовских князей отошли в прошлое. Альгерт, Витов, Кистутевич, все. Теперь Казимир. Литва стала чужой для Новгорода. Католической. Католической. Вот в чем дело. И, конечно, вот идейная позиция, она была не менее тогда существенной, чем политическая. И ведь в решающей битве на Шелоне между москвичами и новгородцами была особенностью Великого Новгорода. Кавалерий там командовал архиепископ. Вот архиепископ не ввел конницу. Она так и простояла на холмах, и москвичи побили новгородскую пехоту, вот это ополченницы, мужиков. Новгород, Тверь, Ярославль, Пермь, Суздаль, Владимир. Нижний Новгород еще раньше. Нет, просто перечисляю. Да, уже была достаточно такая серьезная держава. Да, уже мощная, большая держава была уже со своим законом, со своей конституцией. Вот, да. Да, и даже со своей артиллерией. Ой, ну артиллерия была еще при Дмитрии Донском. Ну, как бы она была... В начальном, конечно. Да, на таком зачаточном уровне развития. У Ивана Третьего-то уже все было по-взрослому. Да, конечно, у него уже мастерские были. Ну, тем не менее, все-таки остатки феодальной розни были уже еще и при Иване Третьем. Ну, именно остатки. Да, два его братика начали, значит, против него войну. Борис и, не помню, Андрей, кажется. Ну, это в лучших семейных традициях. Конечно. Да, ну, надо отдать должное вот еще какому моменту этим братикам-то, мерзавцам, в общем-то. Вот, что когда Ахмат пошел на Русь, вот этот 480-й год. Это уже после того, как он красочно порвал Басму, постоял на Угре. И вот когда Ахмат пошел уже на Угру, на Угру это было, когда вот это стояние на Угре, пошел на Русь, возникла все-таки паника. Потому что еще по Ильерции боялись. Ну, кто такой Ахмат? В общем-то, не бог весь кто, почему он объявил себя. Ну, это вот Северное Причерноморье, Поволжье. Новый Сарайчик, так называемый, и так далее. Вот. И тут братья могли ударить в спину Ивану Третьему. Вот эти братья, Борис Большой и Андрей, бог его знает какой, вот. Братья подумали-подумали, поколебались, они могли свернуть Ивана. Все-таки пришли и вместе выступили против Арды, против Ахмата. Вот вы видите, Дмитрий, вы вот описали совершенно правильно, вот, вернее, корректно, адекватно, ту ситуацию, в которой Иван Третьий унаследовал Московское Великое Княжество. Так? Опять же, это Средневековье. Здесь провиденциализм царит. Вот в 453 году пала Византийская империя. Так? Значит, уже была такая ситуация, когда крестоносцы уничтожили. И Константинополь. Совершенно верно. Но там были еще, оставались Трапезунтники, Сербия, Болгария, другие православные царства. Теперь нет. Теперь турки заняли все, и вот православная единственная держава теперь во главе с Иваном Третьим. И Филофей, вот эта формула. Затем. Москва Третья. Это при его сыне уже появилось. Четвертому небывателю. Это в начале 16 века. Затем вторая жена, знаменитый династический брак с византийской принцессой. Софией. Совершенно верно. Софией Палеолог, Софией Фоминишной. То есть и Ивана Третьего начинают все чаще и чаще, правда, пока неофициально, называть царем. Поскольку до этого был византийский царь. Вот он. Легитимный. Вот. Теперь его нет. Там теперь сидит султан турецкий. Место Византии православного центра понемногу перемещается в Москву. И в этой ситуации платить дань магометанскому царю было невозможно. И вот здесь, кстати, очень существенную роль сыграла именно София Палеолог. Вот. Ну, это опять, если верить источникам. Потому что вот колебался Иван, насколько законно выступать против царя. Посольство он посылал на Угру с богатыми дарами, чтобы договориться. Ну, вот именно от жены к нему такие доводы поступили. Что, дескать, в Европе, вот я жива, в Италии, и там все говорят, как так, могущественный государь, оплатишь дань вот этим пастухам и так далее. Прогибаешься. Совершенно верно. Вот. И, кстати, София Палеолог связана, ну, опять традиция летописная связывает, прекращение унизительного приема послов в московском Кремле. Когда посол пил якобы чашу, поднесенную князем, а князь в это время слезвал капли, которые падали с этой чаши, с грибы посольского коня. Вот. Ну, это фольклорное такое, говорить, похоже. Ханский посол, который в Москву приезжал. Да. Вот. И, кроме того, и, конечно, высшее духовенство русское, оно тоже пропагандировало вот это перемещение центра истинного христианства в Москву. И тоже знаменитое послание ростовского архиепископа Вассиана, Ивану Третьему, на Угру, как раз об этом и говорило, что не нужно смущаться выступлением против царя, потому что этот царь не настоящий. Не наш царь. Как там сказано, он идет от Батыя, а Батый не царь сын, не от роду царского. В общем-то, с позиции духовенства было понятно. Легитимный царь был в Византии, вот, которой сейчас нет. А этого и вообще не цари, и не от роду царского. Да, и не от золотой арбы даже. Ну да. А главное, военно-экономической мощи достаточно, чтобы эту мысль притворить в жизнь, что называется. А вот я с этого и начал. Как раз, конечно, ведь теперь Божье попущение повернулось против Орды и на стороне московской державы. Да, именно Божье попущение, даже в деталях, вот эти братья мятежные, ведь пока стояли на угре, вот, Владимир Винцерович говорил, Иван Третий вел переговоры. Он пытался или откупиться, или что, или как-то вот политическим путем разрешить, потому что положение было шаткое. Дело в том, что Ахмат ведь договорился с Казимиром о совместном выступлении. А когда пришли, братья поддержали Ивана, мятежные, и Казимир отказался. У него тоже там своя... Ой, простите. Опять, значит, Крым. Все правильно. Крым. Вот вы выступаете тут немножко апологетом Крыма. Ну, почему? Вы имеете в виду набег Менгли-Гирея? Да. Как раз в это время Менгли-Гирей напал на Подолью, и Казимиру было не до того, чтобы вместе с Ахматом идти на Москву. Казимир не пришел. Вот так вот. Ну, да. Так разрешилось стояние на угре. Ну, да. Это как у Дмитрия Донского благостно сложилась ситуация, благодаря тому, что... Да, да. Вы знаете, с Казимиром тут немножко сложнее. Вот, действительно, это Крамзин сформулировал эту причину. Напал на Подолию Крымский хан, и Казимир махнул рукой на Ахмеда. На самом деле, по последствиям, по размаху, это нападение было не очень существенным. Вот через два года Менгли-Гирей сравняется с землей Киев. Вот. Ну, там уже другие будут совершенно причины. Вот. А я думаю, вот вы правы, и Крамзин прав, что, да, повлияло вот это нашествие Крымское, нападение Крымское на планы Казимира. Но, кроме всего прочего, внутри польско-литовского государства была очень сильная позиция Казимиру. Потому что ему пришлось воевать на территории так называемых верховских княжеств. Вот эта вот вся история на угре разворачивалась там, где жило русское население Великого княжества Литовского. Оно находилось в абсолютной оппозиции к католическому королю Казимиру IV. Вот. И есть косвенные сведения, что был заговор князей. Ну, да. Пятая колонна. Да. Это потом они в Россию перейдут. Это Воротынский, Новосильский, Адоевский, бывшие наши, будущие наши знаменитые князья. Вот. Глинский. Ну, Глинский, можно сказать, да. Могучий клан это был. Вот. Воротынский. Ну, нет, просто Глинский – это татарского происхождения, это все славяне. Да. А стояние на игре, на угре, простите, где был город Воротынск? Ну, да. Вот Калужская область и нынешний вот. Интересно, а у хана была артиллерия на угре? Ничего неизвестно об этом? По-моему, упоминаний нет. У Ивана Третьего-то уже была. Да, да. То есть, как бы демонстрация силы была такая достаточно… Ну, упоминаются пушки и пищали. Пищали, тюфики, вернее. Тюфики, да. Тюфики, конечно же, была, потому что все-таки он шел осаждать города. Ну, да. А город без артиллерии осадить невозможно. Ну, тюфик – это, говоря современным языком, что-то вроде миномета, получается. Он же… Да, маленькая пушечка такая. Но они все дульные. Ну, да. Смеряные фитильные. Да, фитильные. Но, тем не менее, они стреляли, были достаточно эффективны по тем временам. Вот. Шума делали много. Да, главное громко стрелять. Не всегда метко. Да. Ну, меткость, она пришла позже. Потому что мне в запасниках исторического музея приходилось смотреть ручные средства огнестрельного оружия того периода. Это, собственно говоря, вот такого размера пушечка, которую зажимали в кулаке. И там было одно единственное отверстие запальное, в которое насыпалось порох. Соответственно, не было даже фитиля, не было никакого механизма. Просто пушка, которую удерживали, зажатый в кулаке. Ну, и калибр там, я не знаю, где-то миллиметров, наверное, пять или шесть. Ну, они разные были, да. Потом мы это возродили в послевоенное время. Это прекрасно. Называлось поджиг. А, да, да, поджиг. Почтишки советские. Это прекрасно. Да, да, да. Ну, там с разницей в шесть веков. Да. Тем не менее. Вот. Фактически мы обсудили, ну, практически все, что происходило в это время. На Руси и с Ордой. И, собственно говоря, сколько простояли на Угре-то они, Иван и его оппонент? Ну, началось в сентябре, закончилось в ноябре. Вот. То есть, достаточно продолжительный период. Причем, я насколько понимаю... Полтора-два месяца. Полтора-два месяца. Держать армию, кормить. Да. И это тоже был такой момент, да. Вот. Или надо было посылать армию грабить окрестные города и поселки. Ну, да. Как водится. Что было, да. А он ведь это и сделал. Да. Он уже разорил верховские эти княжества. Он это и делал. А, извините, а фронт кто будет держать? То есть, армия была ослаблена именно даже вот этим стоянием. Ну, тем не менее, ни один из оппонентов не решился перейти к каким-то таким... А вы знаете, еще вот актуально, особенно вот сегодня это сказать, жуткая совершенно зима наступила. Вот Дмитрий, в день 26 октября в летописи сказано, что даже трудно было смотреть глазами. Вот мороз такой был. Угра покрылся глаз. То есть, ну, в 15 веке настоящая зима была. Несмотря на то, что, как бы, выход Орде платить прекратили, Крымское ханство по-прежнему представляло для Руси достаточно серьезную угрозу. Вплоть до времен Ивана Грозного и даже после этого. И даже после, после. Да, но с Золотой Ордой, конечно, не сравнить. Это был уже дальний противник такой, с которым, кстати, можно было договориться. С одной стороны. А с другой стороны, потом Крымское ханство стало ударным отрядом Османской империи. Вот это уже другое было. Ну, это отряды, они к османам очень по-разному относились. Копьем Турции, грубо говоря, все-таки были. Ну, это было существенно позже. Прав совершенно Сергей Тимир Булатович, но просто нам, грешным, повезло, что Россия в геополитических планах османского правительства, порты так называемые, она стояла на десятом месте. И свои военные силы, в том числе крымские, направляли куда угодно. В Австрию, Иран и так далее, но не на северо-восточную Европу. Ну, позже, тем не менее, до Москвы-то они добежали, когда Иван Грозный... Нет, набеги были, это, разумеется, но это не часть большой османа русской войны. Потом, когда турки спохватились и стали, тут уже Россия была и не по зубам. Да, уже совсем другая история. За Акой уже, собственно, начинались степи, где крымские эти самые разъезды носились. Ну, да. Водя итог нашему сегодняшнему разговору, что можно сказать относительно того, что происходило при Иване Третьем? По сути, первый царь, ведь при нем же говорят, что именно Софья Палеолог привезла двуглавого орла в качестве символа государственной власти. Нет, это очень большое заблуждение. Или это спорная история? Ну, во всяком случае, так пишут. Да, пишут, пишут. Ну, совершенно напрасно пишут, но пишут, согласен. На самом деле, это заимствованный династический герб Габсбургов, конечно. В ответ на предложение императора Максимилиана королевского титула демонстративно Иван Третий сделал своим гербом императорский же герб Габсбургов черный. Ну, у Габсбургов черный, у нас был другой двуглавый орел. Ну, собственно говоря, она знала... А в Византии никакого герба не было, конечно. А с тех пор вот эта вот германская габсбургская традиция в русском императорском доме сохранялась. Ведь русское знамя, вы знаете этих цветов, да? А императорский штандарт черно-желтый. Черно-бело-желтый. Да, черно-бело-желтый, немецкий, собственно. Немецкая футбольная сборная, все ее знают, играют в такой форме. Вот еще откуда вот сохранилась. Главное, она привезла византийскую идею, идею царства православного. Это гораздо более важно, чем двуглавая птица. Да, которая потом вот возродилась в этой формуле, сформулировалась. Москва, Третий Рим, Четвертому небыватик. Ну, да. И ведь действительно Москва стала Третьим Римом, но уже при коммунистах. Но, тем не менее, идея была. Но, во всяком случае, символика пошла именно с этого времени. Да, разумеется, конец 15 века, первая печать Ивана Третьего с двуглавым орлом. Кстати, через 20 лет после брака Софьи и Палеолог, так уж здесь прямой преемственности нет. Ну, да. Вот. Ну, и что, может быть, я бы еще обобщаю, заключаю, добавил. В том-то и дело, что Русь, как европейская страна, развивалась, как европейская страна. Но она взяла все, что можно было вот от этой ордынской конно-степной цивилизации. Начиная с обобщенного государственного устройства и кончая, в общем-то, тактикой конного боя. Конницей, которой уже никто не мог никогда и нигде противостоять. Вот в чем дело. И такое ощущение, что мало кто этого заметил. Во всяком случае, Карл Маркс писал об этом так. Европа, изумленная Европа, которая трепетала перед турецким султаном, вдруг увидела на своих восточных границах могучее государство. Она была огорошена внезапным появлением на своих восточных границах, гигантской державы и так далее. Это знаменитая его фраза. На этой оптимистической ноте, я думаю, мы завершим нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю моих гостей. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю на канале 365, чтобы продолжить наши исторические расследования. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»